Всем привет! С вами снова Игорь Резот и уроки по продвинутому использованию OpenGL. Сегодня я познакомлю вас с новой функцией, которая изменяет заголовок окна. Функция также глутовская. Но сначала я немного подготовлю код, чтобы у нас не возникало проблем. Перед вами код четвертого урока. Давайте его модифицируем. Во-первых, изменим тип Scale, точнее, оставим тип Scale Float, а у Angel изменим его на Int. Также подключим библиотеку String. Для особых функций, которые я вам повествую. И include stdlib для функции перевода из числа в строку. Итак, вот мы тут будем изменять, потому что вот тут у нас Angel еще сохранено. Да, нам нужно также объявить буфер, где будет храниться строковое представление числа. char, буфер, я посчитал, нам нужно всего 5 символов. Максимальный у нас оборот 360, мы потом его будем сносить на 0. Также у нас возможно быть минус, это будет 4. И в конце нулевой символ, завершающий, итого 5. Итак, представляю вам функцию GlutSetWindowTitle, подсказочка нам высвечивается, constChartTitle, функция i2a, int2amc. Если у вас не пойдет вот в таком типе, попробуйте поставить underscore, верить функцию, возможно пойдет поддержка, это зависит от типа компилятора. Так, еще раз, что нам нужно передать, нам нужно передать значение, Angel, буфер, куда это значение будет помещаться, мы с вами отдаем наш буф и Radix. Это тип системы числения может быть 2, 8, 10, 16, нам нужно 10. Так, забыли еще одну скобочку. Запускаем. Итак, вот, пожалуйста, наша сетка, и наверху уже указывается поворот. И мы можем уже контролировать, 45 градусов, 55 и так далее. Можем перемещать нашими стрелками, либо, как мы сделали на этом уроке, буквами AD. Так, он по минусу хорошо вращается. Я хочу докрутить где 360. По идее, вот тут должен счетчик сбрасываться, чтобы у нас не получались ошибки. Если мы докрутим до 1000, то счетчик сойдет с ума, потому что он не увидит завершающий ноль, он будет занят еще одним разрядом. Давайте это исправим. Вот здесь, Angel, делим по модулю с присваиванием на 360. Собственно, за этим и нужно было преобразовать угол к типу int, чтобы мы могли делить, и чтобы мы могли более простым способом перевращать его в строку. Можно было оставить типом флот, но там много заморочек, поэтому для учебных целей я покажу на примере типа int. Встает другая проблема. Допустим, нам хочется не просто, чтобы в заголовке было число, а объединение строк. Angel, двоеточие, пробел и само число. Это тоже реализуемо. Давайте запишем переменные char. Так, не, ang. Равно указатель на строку, которая содержит шаблон Angel. Но, и нам нужно посчитать, сколько символов займет у нас максимальная надпись. Сама надпись Angel занимает 7 символов и плюс 5 символов от представления числа, учитывая завершающий ноль. Также, нам понадобится резерв, рез, точная копия, потому что когда мы будем объединять с пробкой, значение Angel будет изменяться. Поэтому нам нужно что-то, чтобы возвращал Angel в исходное состояние. На примере вот покажу. Мы с вами приключили в библиотеку string. Она вмещает в себя нужные нам три функции. str.cat, контактация, объединение строк. str.cpi, это присваивание одной строки другой. И str.cmp, компе, сравнивание. Так, нам нужно объединение стр.cmp, так. cat, контактация, destination, то есть это куда у нас все будет объединяться и что возвращаться. Мы решили с вами ng. и вот то, что, source, то, что присваиваем, наше число. Теперь посмотрите, что если мы не используем. Оно у нас все увеличится и увеличивается, потому что, собственно, здесь у нас все увеличивается и увеличивается. Так, мне нравятся у меня эти предупреждения. Давайте их уберем. Прагма. Борнинг. Дизейбл. 4.9.9.6. Все, они нам не будут мешаться. Теперь давайте здесь будем возвращать в исходное состояние. str.cpi destination ang source этот самый резерв Так, отлично. Angel у нас тут, например, 32. Теперь проверим на ошибки с завершающим нулем. Вот. Ну, обратно мы уже придем. Там будет один. Сбрасывание работает, ошибок нет. Что ж, на этом я свой маленький урок завершаю. С вами был EgoRizot. До новых встреч. Продолжение следует.